Автоматический воздухоотводчик Название уже говорит само за себя То есть это оборудование, которое нам помогает В автоматическом режиме избавиться от Наличия воздуха в системе отопления Вот каким образом он выглядит То есть это корпус Со своим присоединительным размером В основном это пол дюйма 15 мм Есть воздухоотводчики просто прикручиваются К системе отопления И есть вот с такими отсекающими клапанами Для чего они нужны? То есть вот этот вот колпачок вы вкрутили в систему отопления Сверху дальше накручиваете Сам воздухоотводчик Он нажимает вот на эту пластмассовый флажок И открывает доступ к системе отопления Опять же Этот отсекающий клапан Нам нужен для того, чтобы беспроблемно Открутить, заменить Воздухоотводчик, если вдруг с ним что-то случилось То есть мы начинаем откручивать Этот флажок поднимается вверх Там пружинка стоит И отсекает нам Так сказать Утечку у теплоносителя Из системы отопления Другой прикрутили Все, он опять открылся Ну и давайте здесь Заодно на схеме посмотрим, как он работает То есть теплоноситель у нас заходит В полость Где располагается поплавок Обычно он пластмассовый поплавок Этот поплавок Но эта конструкция немножко другая Есть еще одна конструкция Которую мы тоже рассмотрим Этот поплавок за счет вот этого флажка Начинает давить вот на этот шток Подпружиненный Как видим мы здесь пружинком И открывает доступ уже к атмосфере За счет чего То есть когда здесь воздух Когда здесь воздух Он свободно проходит в атмосферу При заполнении водой Поплавок начинает подниматься И давит вот этот клапанок И отсекает уже То есть перекрывает То отверстие для выхода воздуха И вода уже не идет Вот таким вот образом В принципе по этому принципу Работают все воздухоотводчики Здесь изображен второй тип То же самое воздухоотводчиков Опять же поплавок Но здесь уже кулисный механизм Со своим рычагом И то же самое открывает Либо закрывает ниппель Здесь обычно стоят золотники Такие же как в автомобиле И ходит игла Которая перекрывает отверстие То есть пока воздух есть Он свободно у нас выходит Стоит подойти сюда в воде Поплавок поднялся Игла опустилась И перекрыла нам выход И тот же самый клапанок Отсекающий для этого Воздухоотводчика Значит какие проблемы бывают С воздухоотводчиками Обычно из-за некачественного теплоносителя Вот здесь вот Закоксовывается игла То есть на ней образуется Соли жесткости И она уже не до конца закрывает Начинает вот здесь вот течь Это одна из проблем И приходится только вот Откручивать вот эту вот крышку Зачищать иголочку Чистить вот этот кулисный механизм Чтобы он свободно ходил И опять все это собирается И он на какое-то время Перестает в принципе течь Ну а работу свою выполняет О другой проблеме я расскажу Немножко с другой фотографией Где он в разобранном виде Вот в принципе тот же самый воздухоотводчик Ну уже в разобранном виде Как мы видим Сам корпус Крышка Ниппель Автомобильный Где Стоит золотник Это поплавок И вот Кулисный механизм И вот он сам золотничок Который вкручивается Вот в этот ниппель Еще одна проблема Тоже часто бывает Вот здесь вот Укладывается Уплотнительная резиночка Такая Уплотнительное кольцо Оно бывает Со временем Или старением Потрескивается И разрывается И тогда вот через эту часть Начинает течь Это воздухоотводчик Ну здесь одна проблема То есть я Бывает Либо меняю это кольцо Либо просто-напросто Наматываю сюда Фум-ленту Закручиваю И течь Устраняется Таким образом Вот такого вида Еще есть Воздухоотводчики Как видите Угловой То есть Опять же Его ставят В зависимости от того Какая система Отропления То есть Если вам Не подходит прямой Вы можете поставить угловой Принцип действия У них одинаковый Еще такие угловые Ставят На Радиаторы Для того Чтобы вместо Крана Маевского Просто Кран Маевского Выкручивают Ставят вот такой Воздухоотводчик Единственное условие Чтобы Он обязательно Располагался Вот этот вот Ниппель Обязательно Смотрел вверх То есть Располагался Горизонтально Вертикально Извините Пожалуйста Вертикально Иначе Просто-напросто Уже поплавок Не будет работать Сами понимаете Если мы его Расположим Вот таким вот образом Что у нас Воздушничек Вот здесь Вот находится Естественно Уже Сам поплавок Работы не будет Воздух будет Просто Обходить И естественно Таким же образом Обойдет вода Существуют И вот такие Воздухоотводчики Это воздухоотводчики Уже специально Для радиаторов То есть Радиаторные Воздухоотводчики Здесь У них Резьба Точно такая же Как пробки Для радиаторов Поэтому И существует Уже Уплотнительное Кольцо Сразу Одето Как вы видите То есть Мы Вкручиваем Место пробки От радиаторов Пробку Выкручиваем Вкручиваем Вот этот Воздухоотводчик И У нас Уже Вместо Крана Маевского Работает Автоматический Воздухоотводчик То есть Принцип У него Точно такой же Как и у всех Остальных То есть Вот он Поплавок Видим Он внутри Здесь Внутри Механизм И воздух Опять же Выходит Через Вот этот Ниппель Так называемый Единственное Условие То что Надо Закручивать Его таким Образом Чтобы Вот этот Ниппель Оставался Опять же Вверху Иначе Просто Напросто Он работать Будет Но у вас Куда-то Может Политься Вода Если он Будет Располагаться Снизу Вместо Воздуха Польется Вода Ну и Вот На фотографии Мы Видим Практическое Применение Этого Радиаторного Воздухоотводчика Как видим Пробки нет Вместо Пробки Вкручен Просто Воздухоотводчик Очень удобно И не надо Потому что Некоторые Системы Иногда Не всегда Правильно Сделают И приходится И утром И вечером Спускать воздух Майерского Через Кран Майерского Это Не совсем Удобно Ну Я говорю Для всех Беда Одна То что У нас Некачественный Теплоноситель И со временем Через год Через два Они закоксовываются Приходится Их Снимать И чистить Ну На этом Урок Мы закончили По Воздухоотводчикам В следующем Уроке Мы Разберемся С Коллекторными Группами Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...